А этот жаворонки, я обычно, он не в полях, в лугах живет, а в лесу. Так и называется лесной жаворонок или юла. Дружно, весело и со вкусом. В Самарском зоопарке призывают весну. Старинный праздник жаворонки на Руси отмечали с особым размахом. Наши предки верили, птички на своих крыльях приносят теплую погоду. Прилетели, значит можно смело начинать работы в полях. Это праздник славянский. Он для нашей страны характерен. И он проходит именно в то время, когда перелетные птицы начинают возвращаться с югов, из теплых краев в те места, где они будут нести яйца и вынянчивать своих птенцов. А чтобы приблизить наступление весны, хозяйки выпекали жаворонков из пресного или кислого теста. Эта традиция актуальна и сегодня. Арсений Дмитриев пробует себя в роли настоящего повара. Пока делал птичку из теста, уже придумал имя. Самое легкое для меня было, это когда мы ее делали в форме. А самое сложное, когда мы делали узи. Я слепил красивую жаворонку и придумал ему имя Гоша. В Самарской области можно встретить шесть видов жаворонков. Полевой, лесной, черный, белокрылый, рогатый и хохлатый. Зоологи говорят, у этих пернатых есть потрясающий талант – умение петь. Мы решили сами попробовать сделать птичек из теста. Для начала раскатываем тесто в жгутик. Далее мы завязываем узелок. С одной стороны у нас получается голова птички, а с другой – хвостик. Теперь немного приминаем. Расправляем. И ножиком надрезаем. Раз. Такой у нас хвостик. Осталось сделать наши глазки. Мы используем изюм. И прикрепляем. Один. И второй. Вот такой жаворонок у нас получился. Теперь можно смело встречать весну. Народная примета гласит – чем румянее окажется выпечка, тем удачливее будет год. Ну а какими птички получились на вкус, узнали жители зоопарка – верблюд Лексус и медведь Умка. Ксения Баканова, Константин Головин. События.